Я задам первый вопрос. Давайте, давайте, говорите. Фамилию, имя, отчество. Свою фамилию, имя и отчество назовите. Рудьго Иванович Львович. Первый вопрос. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Может быть в СМИ или по радио? Нет, ничего у меня не было. В саду, бывшая помещика, кончили мы 7 классов, у нас не полная средняя школа была. Кончили и надо было куда-то уходить. И вечером уже, в саду застали, где-то после обеда, с района на вашей день в пене все приехали, что и совет, мужчина. Война. Мужики все собрались, тут выпивать, все, другого, третье. И все. А я же, мы, в общем, жили в Брянской области, это тут Украина, здесь Белоруссия. Где-то километров 80-90, не больше Белоруссия была. И немец к нам пришел уже в августе. В начале августа немец пришел. И тут оккупация. И все. Вот только остались подростки, небольшие, много. Старики, мой дядя, старый уже был, где-то уже 50 с чем-то, около 6 лет. Корову дал. Колхозы. Село Большое было. Три колхоза было. Это считается, что по 400 хозяйств колхоза вели, если там было. Вот, какое село Большое было. А что получилось? Ну, немец хитрый был. Колхозы-то не сгонял. Работайте. Хочете в колхозе, хочет так, но сдавайте мне зерно, давайте возить все. Ну, вот так вот и было. А на фронт вы в каком году попали? А исполнилось мне 18 лет. Это в каком году было? Весной, в 43-м. Меня призвали, освободили сразу, только освободили, и призвали сразу осенью. Вот, мне 24 апреля, как в 18 исполнилось, а осенью меня призвали. Вот. А в августе освободили. Только я числа не знаю, в августе все. В августе какого года? А? В августе какого года? 43-го. 1943-го. Вот. И, значит, что получилось у нас? Кто в партизанах был? А в партизанах были у нас не заинфицированные, это так, сврывались все, просто председатель, киевисты, но все, ну, и третье. Это, можно как назвать, папирушники. Ходили, чтобы их кормили летом, летом, зимой, не знаю, где они находились, и ничего не сделали, даже телеграфные столбы спилили, чтобы связь порвать. А вы в каком роде войск служили? 43-го. Нет, в каком роде войск вы служили? Я в каком роде. Ну, артиллерия, пехота, морфлот. А вовсе и в пехоте служил, и в артиллерии, и отдельный лыжный батальон был. Лыжный? Лыжный, отдельный батальон специально на значение, по тылам ходили. Это в 44-м году в начале, в конце 43-го, 44-го в начале. Вот зима началась, и это все лазили по целам. Значит, что мы... Вот занять, вторые, третьи траншей не надо занять. Первые воюют, наступают, а мы занимаем, а немцы сули, все, никуда нельзя. Ну, ребята, я не знаю, почему я остался жив. Может быть, из-за того, что наших, которые призвали, нас в лесу организовали, ну, ночевали там сколько-неделю, ну, там кое-кого, кое-что-то расстреляли, кое-кого, нас устрашили, чтобы это не получилось, там самострел, да то, да вот эти, ну вот, а это, как бы сказать, ээээ, приехали вечером, строили 4 офицера. А откуда мы знаем, что это же, а в хрон, вот, сожречка, Гобель. Значит, нас уже организовали, подделением, распределили солдат, привезли старых сержантов, чтобы, это, ну, отделенно мы быть. А мы же, мы же и витоку не знали, и что. Были на поляну, построили квадратом, яму выкопали, гранаты бросили, видели? Видели. Ну вот, давай выходите, с каждой стороны бросили. Поняли? Поняли. А что поняли? Ничего не поняли. И этих солдат бросили в бой сразу же. А на той стороне немецкая дивизия стояла СС, мертвая голова. Вот, и всех положили почти что. А мы остались живы, почему? Нас в эти офицеры отобрали, ну, рослых таких, все, в лыжный батареон, а мы же не знали, 300 человек, и увели. А в зиме уже готовили, и вот потом, давай готовить, вот эти. Вот из-за этого я и живу остался. Там убить можно тоже, ну, как-то вот. Были такие случаи, что мы ходили, вот, например, по тылам, к нам-то на 80, на 100, больше. Партизаны нас водили. Один случай был такой, захватили бы станцию ТОщица. Это в 44-м году, где-то к весне. А это была станция хронтового значения. Там все, снаряды, патроны, снабжение, оружие, ну, все снаружалось. Ну, и вот, и это, держали мы ее двое суток. Немцы испугались, потому что, думают, где станет большущий, не садили, что ли, а на 30 человек. А чтобы нас высадить, провести туда, ну, это уже, мы же не знаем, а начать, договорились, что тут партизаны. Нас партизаны, на то же время встречали. Вот. Нас надо было через дни пройти. 190-й полк пробивал нам дорогу. Но надо было пройти так, чтобы не заметили нас. Много солдат положили с того полка, ладно, все. Лед, ну, просочились мы туда. Трое суток мы шли, 80 километров, партизаны вели нас. Где-то притаяться было, где-то все там, по целам же шли. Ну, вот мы эту станцию забрали, все. А у них паника получилась такая большущая, сняли танки, с передовой, да все, войска, сняли поезд, пустили нас. Ну, там рейс разбирали до 24-го 3-го, так ночью. Весь гарнизон станции мы ликвидировали, они всех спали, не знали, не ждали даже. Ну вот, и три дня мы держали эту установку. Это командир дивизии у нас Михалицын был, политрук этот, полковник был, Уткин. Нас на станции, когда уже наступать стали, быстро пошло сразу тут, паника у них, и передовые части пошли вперед. Через 3-е сутки даже уже пришли к нам, 80 километров прошли с боями. И вот тут на встрече на станции, это просто такой душещипательный такой вид был, что со слезами на глазах, полковник политчасти плакал, она же досталась маловато, побило тоже много же, все, сопротивлялись долго, все, молодняк был. А потом я попал в Мистанбат, с Мистанбата, значит... Вы ранены были? Нет? Да, ранены были, не сильно так, но... Мистанбат, никого нет, сразу тут, на плитовой были. Вот. А... А... потом, значит, это... Когда я был в Мистанбате, они в бой пустили нас, остатки, батальон. Он перешел в речку, плацдарф занял, все, другого, третье, тут фурга началась, как раз было конец, это, март, не ссори, ничего не видно, смешалось и все, и там были и власовцы, и немцы, и все, так, ром, все. И человек 10-11 осталось всего. Я прошел в штаб полка, надо знать зачем, куда мне идти, в роту, или куда ли, в батальон нету. Мне говорят, пойдешь в артиллерию, я говорю, какой артиллерийский, я не понятия не имею даже, а при полке, при полке было противотанков, в артиллерии, своя батарея, 76-метровых аргоней. Вот меня назначили туда, а разговор-то, военный короткий, ты где находишься, в армии или где, и все, пошел, ну и пошел, пошел, командир, аргония дослуживался там, ну а тут и война кончилась, а потом, значит, прошел это читать от Брянска, от Брянской области, Польшу всю прошел, с боями, не как-то прямую, а вот, а Пруссию, восточную, всю полностью, и вышли мы у залива Хрыжгах, это сейчас называется, там военно-морская база какая-то, как она называется, я не знаю, вот, находится, и, значит, оттуда нас, война и кончилась, тут уже, почистили все кругом, немцев, а как вы узнали о том, что война закончилась, а? как вы узнали, вот, услышали где-то по радио, что вот, все, война закончилась, 9 мая, а кто там породил его? Ну, может быть, кто-то сказал, я не знаю, слухи солдатские, вот, кто-то сказали, что это кто-то, вот, как вы праздновали победу, как праздновали победу? Так, праздновали, побед еще далеко, мы же, с Восточной Пруссией, нас направили на Берлин, мы через Польский коридор, это Польский коридор был там, помните, такой, вот, вот, через девушки, мимо Познания, а у Познания еще немцы, гарнизон был большущий, не валью взять еще, а никак, мимо прошли, и нас в Берлин не пустили, а Юго-Восточная Берлина, полмиллионную армию, которая вручала Берлин, ликвидировать нам надо было, вот мы эту ликвидировали армию всю, а потом уже, когда ликвидировали, закончилась война, пошли, вперед, Берлин там еще воевали, на Эльбу вышли, в город Магдебург, вот в этом городе, и война у нас закончилась, а туда немцы старались, через Эльбу, проскочить, к англичанам, американцам, а там получился, такой случай, что, наши артиллеристы, там техники много было, артнолет сделали, так они не знали, куда деваться, американцы или эльбинщане, там, ну, какими-то путями запросили, все, успокоились, все нормально, и немцев не стали принимать больше ничего, они пешком шли, плавали, туда, 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 прямо колоннами шли, и тут немцев, а те, от берега забрали всех в плен, вот тут мне война и кончилась, а тут еще, значит, после войны там побыли мы, пехоту на вагонах увезли, на вагонах в Россию, а мы своим ходом пешком добирались до Белоруссии, вот, Германии от Эльбы, и приехали мы в город Воложино, это полк наш, 142-й остался там, а сам другой город был поставок, или как, забыл уже при этом, дивизия стояла, и два полка еще стояли, идут помогательные части там, вот, ну, это Клётов 100, есть 100, ну, Битва, ну, волковых тут дальше, молодечный там, то Польший город, то наш город, вот, тут еще как раз сегодня, непорядок, мы еще делили все никак, не поделили там все, вот такая штука была, а если все рассказывать, так это, месяца не хватит. А что в то время вы думали о причинах войны? А? Что в то время, вот тогда, что вы думали о причинах войны, почему Германия напала на нас? Кто думал тогда? Вы, вот как вы думали? Никто, никто не думал, воевать надо, защищать надо, за родину, за Сталина, и вот, докричалися. А как, личность Сталина вы оцениваете, как вы относились к ним? Вот, личность Сталина, кем он был для вас? Отлично отношусь, и сейчас даже отношусь. Вот, я вам пример такой задам. Вот Сталина, война кончилась. После такой страшной войны, когда разрушена была полсоюза, в 43-45 году кончилась, в 47-м году карточки отменили. А вы знаете, что на женщинах пахали сами. Три женщины тянут плу, одна отправляет. Это же надо подумать, да? Сельское хозяйство развалино было. Вот. Отрудились и все, и ребятишки, вот такой ребят, 8-12 лет, уже за станком стоял. Все, другая, третья, и воевали даже такие. Так вот, как понять сейчас, вот я, вот, вы мне скажите, молодые сейчас, как так? В 47-м году карточки отменили, это 2-1,5 года войны кончилась, как война кончилась. А за 70 лет карточки увели, а? Что за 70 лет? Прошло 70 лет, 70 лет, Советского Союза, мирно, тихо, карточки-то увели. Помните, вот как эта, зоворуха началась, 85-й год, там, 86-й, мыло, папиросы, водка, всякая ерунда, там все, хлам, карточки вели. Мы же должны, как в масле кататься, жить. работали хорошо, все хорошо, все 3-е, 5-е за 10-е, войну выиграли, все 2-го 3-е, восстановили все. А что получилось? Продали нас, да, выходит так, а их кто продал? Не рядовые, не рядовые, не я, не другие. Все. А вы верили в Бога до войны? А? В Бога верили до войны? Вот оно. А до войны верили? До войны кто верил? Тогда, когда политика была, преследовали, и все 2-го 3-е. за это дело. Сколько священников расстреляли? Сколько что? За что? Не про что. Тоже была агитация коммунизм. Раньше, до всего 3-е строили, до всего 3-е, сейчас социализм, потом коммунизм хотели построить, а вот получилось, что такое. Развалили все. Первая страна, которая социализм построила, рухнула первой. В Китае остался, на Кубе остался. Кручечная партия, да, Кубе? Телефон. Да. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,